Наука не дремлет. Внутри там юрта, исааки, баня, бассейн, солнечные батареи и солнечные энергии. Но почему смелые эксперименты, продвигающие страну к экономическому чуду, не слышат наверху? Мы несколько раз подавали заявку на грант, но обратные связи мы не получили. Что концептуально нового предлагают алматинские учёные? Деревенская мечта или экономия электричества по-шахански. Единственное, немножечко нерассчитанные аккумуляторы на наши зимы. Какой пример? Село показывает городам. И в рубрике «Это интересно» – экономическая выгода и не только. У нас пришла такая идея, зачем брать транспорт, когда можно более удобный и экономический, и экологический транспорт использовать. Павлодарские заводчане пересели на экотранспорт. Кто из нас, отдыхая дикарём в каком-нибудь нетронутом уголке природы, не мечтал хотя бы о частичке современных благ цивилизации? Ведь электричество и горячая вода могли бы сделать уединённый отдых более комфортным. В этом плане весьма оригинальный проект предлагает алматинский школьник Жалгас Мухтар. Его юрта на колёсах успела получить много лесных отзывов, как в Казахстане, так и за его пределами. Контейнер открывается, как площадка становится. Внутри там юрта, исаак, сгибания, бассейн, солнечные батареи и солнечные энергии. И юрту мы сами уже делаем путь. Уменьшенную юрту можно собрать за пару часов. Всё остальное происходит автоматически. Юрта на колёсах выполнена на базе немецкого трейлера – прицепа с гидравлической установкой. В результате этого тандема получились роскошные апартаменты со всеми удобствами. Благодаря простой, но в то же время гениальной конструкции, юрта станет уютным пристанищем в любую погоду. Солнечные панели смогут вырабатывать энергию, а гелевый коллектор обеспечит туристов горячей водой. В основном мобильные юрта используются в горах, берегах реки. Естественно, там нуждается энергию. Поэтому мы не только сохранили имидж нации и ещё добавили энергию будущего. Мы использовали солнечные трейкеры, солнечные панели, трейкеры. С помощью сети мы можем использовать радиаторы, как холодные и горячие воды. В Москве на международном конкурсе юных изобретателей чтения Вернадского юрта на колёсах получила первое место. Вдохновленный таким успехом школьник решил создать хотя бы один опытный образец. Однако получить государственный грант ему пока никак не удаётся. Мы несколько раз подавали заявку на грант, то есть на финансовую поддержку, но обратные связи мы не получили. Пока юный изобретатель ищет спонсоров для своего проекта, его ровесник из другой алматинской школы ломает голову над тем, как сделать эффективнее работу отечественной ветроэлектростанции Байтирек. Я заинтересовался вначале темой именно альтернативных источников энергии, посоветовался с нашим заучим, с нашим директором. Ну и они привезли меня как раз таки в институт имени Альфа-Би, познакомили с Тульгеном Аспановичем. Доцент кафедры механики Национального университета Тульген Кунакпаев сразу заметил в глазах подающего надежды школьника неподдельный интерес к зелёной энергетике. С тех пор представители двух поколений вместе дорабатывают авторский проект многоярусной ветроэлектростанции. Самое главное ноу-хау здесь, вот между этажами, перекрытием этажей, стоят турбины, ветротурбины. И когда ветровой поток идёт, входит между этажами, создаётся как воздушный коридор, тяга большая идёт. И за счёт этого повышается коэффициент использования энергии ветра. Это самая главная фишка. Ветроэлектростанция «Батерек» — это не просто проект на бумаге, а почти воплощённая в жизнь идея. Опытный образец уже несколько лет успешно работает в Нуринском районе Карагандинской области. Размещая ветротурбины на нескольких ярусах, учёный смог не только увеличить мощность альтернативного источника энергии, но и значительно уменьшить занимаемую площадь. Допустим, 10 турбин занимает целый гектар. А такая станция в такой же мощности занимает одну сотку. То есть здесь разумеется, что земля дорогая, особенно за рубежом. По словам автора проекта, «Батерек» может вырабатывать от пяти до нескольких сотен киловатт электроэнергии. В результате можно обеспечить током не только фермерские хозяйства, но и целое производство. Меня заинтересовало то, что такого никогда ещё не было в жизни, в мире вообще. Мне очень понравилось то, что небольшого размера конструкция может спокойно заменить электростанцию, которая занимает огромную территорию, и она будет вырабатывать такую же мощность, и занимает несколько раз территорию меньше обычной электростанции. Однако ветер, в особенности казахстанский, известен своим непостоянством. Иногда он может обрушиться мощным ураганом, а иногда и вовсе несколько дней подряд стоит полный штиль. Поэтому учёные сейчас работают над гибридной моделью. Мы уже будем делать гибридную ветер, то есть здесь вот на крыше, и вот по бокам здесь, на первое, сколько лета, здесь турбин нет, будут стоять солнечные батареи. Они друг друга дополняют. Вот ветра нет, обычно вот когда солнце, жарко, ветра нет. А зато солнца много, пожалуйста. В школе-лицее номер 48, где учится юный изобретатель, всегда приветствуют стремление учеников к инновационным технологиям. Сейчас другая группа юных энтузиастов работает над созданием мини-гидроэлектростанции. Рядом с нашей школой протекает речка. Речка довольно бурная, она круглый год течёт. И у нас возникла такая идея, также вместе с учёными университета имени Альфа-Раби, о том, что нужно сделать маленькую гидроэлектростанцию, которая бы питала электроэнергией кабинет физики и, может быть, кабинет химии. В ближайшие два года учёные и его талантливые подмастерьки планируют завершить работу над гибридной моделью многоярусной ветроэлектростанции «Батерек» и представить её широкой публике на международной выставке «Экспо-2017». По ветроэнергетике у нас огромнейший потенциал в Казахстане в силу географического расположения и наличия больших степных пространств. И по солнечной энергетике то же самое. У нас там порядка 260 солнечных дней в году, гораздо больше, чем в Нидерландах или в той же Германии. У нас несколько тысяч горных рек, маленьких. Раньше на них не рассматривали как источник гидроэнергии, экологически чистый. Сейчас рассматривают, что можно взять из полета мини-ГЭС. И самое главное, у нас есть люди, и молодые, и ещё старая школа, которые действительно занимаются этим направлением зелёной энергетики. Хан Шатыр – одно из лучших эко-зданий мира. Комплекс вошёл в десятку рейтинга «Форб Стайл», став единственным зданием со всего пространства СНГ, которое журнал счёл возможным включить в свой хит-парад. Развлекательный центр Хан Шатыр в Астане, отмеченный в издании, является архитектурным проектом, который объявлен как самый большой в мире шатёр. Палатка сделана из прозрачного материала и опирается на сеть кабелей, натянутых от центрального 150-метрового шпиля. 200-метровая эллиптическая основа купола открывает область в 140 тысяч квадратных метров. Благодаря особому химическому составу, прозрачное полимерное покрытие защищает внутреннее пространство от резких температурных перепадов и создаёт комфортный микроклимат внутри комплекса. Площадь центра превышает 10 футбольных стадионов, содержит внутренний парк, множество магазинов и развлекательных заведений, мини-гольф и искусственный морской курорт. Европа – рекордсмен по ветроэнергетике. Возобновляемые источники энергии всё больше завоёвывают западный рынок, притесняя традиционные источники энергии. Некоторые страны, согласно специальному докладу, благодаря ветряным генераторам получили больше 20% электричества. Абсолютным рекордсменом стала Дания. Здесь ветроэнергетика развилась настолько, что без труда отвоевала у традиционных способов долю 33,8%. На втором месте располагается Португалия. Ей удалось развить направление почти до 25%. Третье место заняла Испания, которая добилась до 21%. Остальным государствам высоких результатов показать не удалось. Ирландия смогла приблизиться лишь к отметке в 17%. Что касается Германии и Великобритании, то они близки к 8%. А вот страны других континентов не спешат расставаться с вредными для природы ресурсами. Так, ветроэнергетика в Китае до сих пор не превысила показателя в 6%. В США – и того меньше, чуть более 4%. В ЕС запретят мощные пылесосы. С 1 сентября для пылесосов вводится маркировка энергетической эффективности. И не прошедшие сертификацию мощные и наиболее востребованные модели просто пропадут из продажи. Законодательство определяет, что производители не смогут изготавливать или импортировать пылесосы мощностью свыше 1600 Вт. Вторая запланированная серия законов еще больше ограничить пылесосы по мощности – 900 Вт к 2017 году. Пылесосы в среднем потребляют 1800 Вт. Есть модели с энергозатратой в 2200 Вт. Противники новой нормы считают, что эта экологическая инициатива изначально бессмысленна. Потребителям с менее мощными пылесосами просто придется тратить на уборку больше времени. И желаемой экономии электроэнергии в реальности не произойдет. Таким образом, природоохранного эффекта не будет. Однако чиновники в ЕС уверены в своей правоте. Пресс-секретарь по энергетике Еврокомиссии Марлен Хольцнер заявила в результате. Новое законодательство в области экодизайна и маркировки приведет к тому, что потребитель получит более качественный пылесос. Общеобразовательная школа номер 2 – главная достопримечательность в поселке Шахан Карагандинской области. Запечатлеть себя на фоне необычного фонаря желают многие. Здесь, в школьном дворе, работает инновационная система освещения. Электричество вырабатывается при помощи солнца. Мне нравится, что он высоко светит. А еще, что он ночью светит. Он машинам помогает светить. В международном норвежском проекте Шпире школа принимает участие с 2010 года. Изначально план был теоретическим. Детей обучали, как нужно экономить электричество и объясняли, что такое альтернативные источники энергии. Четыре года назад школа стала демонстрационным участком энергоэффективных технологий. И в рамках сотрудничества был установлен необычный фонарь. Он в течение дня аккумулирует солнечную энергию. Даже если день пасмурный. Солнечного заряда хватает на три ночи. Однако, у установки есть и свой минус. Единственное, немножечко нерассчитанные аккумуляторы на наши зимы. Поэтому нам приходится зимой его вынимать, заносить. Поэтому в зимний период он у нас не функционирует, потому что аккумуляторы не выдерживают. Мы уже два заменили аккумулятора. В нижней части фонаря вмонтирован аккумулятор, который вбирает в себя выработанное солнцем электричество. Этот накопитель энергии ничем не отличается от тех, что работают в автомобилях. С помощью таймера устанавливается время его работы. Солнечное опороосвещение используется не только как источник света на школьной площадке, но и как демонстрационный образец чистой энергии на уроках физики, естествознания, познания мира. Мне рассказывали на познание мира. Произвестный фонарь, и я очень удивилась. Все полученные знания на уроках дети воплощают в жизнь. Это бумажный макет дома будущего. Пока здесь все игрушечное, но главное ведь, что идея уже настоящая. А вот это что такое? А это вот тоже аккумулятор, в котором, как на солнечном фонаре, в котором накапливается энергия, ветряк крутится, и энергия эта накапливается механическо, превращается в электрическую. И уже отсюда потом передается на лампочку, и лампочка горит, светится. На крыше школы установлен солнечный коллектор. Он снабжает учебное заведение горячей водой. Коллектор представляет собой вакуумные трубки, которые нагреваются за счет солнца. Вода проходит по ним, набирает температуру и поступает в бак. Оттуда по трубам в школьные умывальники. Температура и время подачи воды из коллектора контролируются с помощью датчиков. Такой природный обогрев экономит деньги системе образования. Документально подсчитано, уверяют педагоги. Теперь учителя хотят, чтобы сэкономленные деньги возвращались им же. Они, в свою очередь, будут тратить их на благоустройство учебного заведения. В этом году в школе установили энергосберегающие окна, где внутри каждого стеклопакета тонким слоем нанесено серебро, что дает тепло зимой и прохладу летом. Наши цветы, которые мы обычно ставим на окошко, у них перестали гореть листья. То есть в течение всего летнего периода. Мы их убираем только из-за того, что поливать их очень сложно летом, потому что все в выпусках находятся. А в общем-то, листья перестали гореть. То есть цветы вполне комфортно чувствуют себя даже на солнечной стороне в течение всего летнего периода. В рамках международного сотрудничества было принято решение установить в поселковой школе жидкую керамоизоляцию. Она способна удерживать тепло внутри помещения зимой. Новая технология уже прошла испытания морозами. После того, как стены были утеплены керамоизоляцией жидкой, в процессе мониторинга мы заметили, что температура в кабинетах примерно на 3-5 градусов повысилась. То есть действительно, эта керамоизоляция работает. Сегодня школа номер два поселка Шахан активно принимает участие в проектах, связанных с энергией будущего. Старшеклассники всерьез задумались, как сделать аккумуляторы, приспособленные к нашим зимам. Уже с прошлого года есть задание в Национальном совете по энергетике и машиностроению обращать внимание на те проекты, которые являются прорывными, именно те, которые отличаются от всех аналогов в мире. И вот у нас таких проектов немало. Это не один, не два, это, можно сказать, там, ну, если точным быть, это около 20. Это очень много. То есть те, которые не имеют аналогов в мире. Здоровая экология зависит от эффективной экономии. Так считают на Аксусском заводе ферросплавов, работники которого в этом году пересели на велосипеды. Отказавшись от автомобиля, они значительно сократили предприятию расходы на топливо. И тем самым внесли свою лепту в улучшение экологии. Автором идеи по внедрению велотранспорта на заводе выступил мастер электроремонтного цеха Сергей Цитюрский. Он давно предлагал руководству предприятия использовать в служебных целях столь экономичный вид транспорта. И вот недавно в распоряжение его цеха поступили 25 двух- и трехколесных велосипедов. Последние, кстати, помогают труженикам завода на производстве. Раньше нам приходилось на тележках возить инструменты по 30-40 килограммов. Было тяжело, конечно. А сейчас, благодаря велосипедам, наша работа намного облегчилась. Да и для здоровья полезно каждый день заниматься таким спортом. Всего 10 минут хватает электромонтерам, чтобы добраться до самого удаленного цеха. Такая мобильность обеспечила предприятию значительную экономию топлива и времени. Электромонтеры почти отказались от использования в своей работе автомобилей. У меня отношение было в том, что это экологический, экономный вид транспорта. Так как у нас Республика Казахстан, она работает по стандартам экономическим, по экологическим стандартам работаем, и мы их соблюдаем. И вот у нас пришла такая идея, зачем мы брать транспорт, когда можно более удобный и экономический, и экологический транспорт использовать. И он же намного быстрее и рациональнее использовать. Инспекторы охраны труда Аксусского завода феросплавов даже разработали специальную памятку, в которой прописаны правила движения и эксплуатации нового транспорта. А заводские экономисты, подсчитав финансовую выгоду, предложили расширить практику применения велосипедов на территории завода. Их доводы о рентабельности проекта поддержали и местные экологи. Если говорить в целях области охраны окружающей среды, данное мероприятие ведет к снижению потребления топлива на автотранспорте и также снижению занятости дежурного автотранспорта, что сказывается, опять же, положительно на производственном процессе. Зеленая экономика сегодня стимулирует развитие многих промышленных предприятий. Поэтому вкладывать средства в подобные проекты довольно выгодно и оправданно, считают на Аксусском заводе феросплавов. Энергия будущего. Какой она будет? Какой вклад в несут в мировую технологическую революцию казахстанский ученый. Я сам теплоэнергетик и занимаюсь теплоэнергетикой, инновационными технологиями в области теплоэнергетики. То я могу сказать, что и там есть определенное направление. Никогда нельзя говорить, что мы только будем ветроэнергетикой заниматься, или солнечной. Потому что вот у нас, Казахстан, на сегодня 85% электрической тепловой энергии вырабатывается на тепловых электростанциях, угольных в частности. Уголь – это не самый хороший вид топлива. Это действительно экологически неблагоприятный по сравнению даже с газовыми станциями или с газоназутными. Но тем не менее наши разработчики в Казахстане, наши ученые, они находят пути решения и для традиционной энергетики, такие, которых тоже за рубежом пока не имеются. Мы изучаем тему «Ответы на вопросы» каждую неделю в нашем проекте. Не пропустите! Казахстан 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 Казахстан